Привет! В этом видео я покажу, как быстро и правильно укладывать волосы с помощью фен-щетки с вращающейся насадкой, чтобы получить красивый объем по форме и гладкость по длине. У меня стрижка текстурная каре, волосы тонкие, но достаточно густые, волнистые, пористые и пушащиеся. Рекомендации по укладке в этом видео вы сможете адаптировать к своей длине и стрижке, они довольно универсальны. Чтобы результат укладки получился максимально классным и стойким, я наношу на влажные волосы смолток от Тиджи, он дает объем, уплотняет и увлажняет волосы. Обратите внимание, что у Тиджи обновился дизайн упаковок, и теперь это средство выглядит вот так. Помните, что любой стайлинг важно хорошо и в достаточном количестве распределить по вашим волосам. Если вы не любите стайлинг, то хотя бы нанесите термозащитный спрей, так как обычные фен-щетки сильно нагреваются, и вы можете в перспективе сильно навредить волосам. Использовать фен-щетку с вращающейся насадкой на вот таких влажных волосах нельзя. Их нужно просушить либо естественным образом, либо феном, либо насадкой-концентратором, если ваша фен-щетка такой обладает. Для экономии времени в видео я подсушу волосы феном, но в обычной жизни я просто жду минут 15, мои волосы обычно быстро сохнут, делаю макияж, занимаюсь своими делами и потом приступаю к укладке. Вы видите, что волосы подсохли процентов на 60-70, и теперь можно доставать фен-щетку. У меня Ravente 9530 Brush Active Volume & Shine. Использую насадку 40 мм, она больше подходит моей длине. Если ваши волосы от плеч и ниже, берите насадку 50 мм. Кстати, напомню, что я разыгрываю эту фен-щетку и еще одну от Philips в моем предыдущем видео про то, как правильно выбирать фен-щетки, на что ориентироваться, что важно знать. Сейчас появилась ссылка, пройдите, посмотрите ролик и примите участие в конкурсе до 13 июля. Ссылка также будет в описании под видео. Я отделила верхнюю часть волос от нижней и, наконец-таки, начинаю укладку. На фен-щетке есть кнопки вращения в две разные стороны. Первое время ты теряешься, куда нажимать, но с практикой понимаешь, какую кнопку нажать для какой стороны головы. Если вы только приобрели щетку, то будьте, пожалуйста, аккуратнее. Так, я сниму мои висящие сережки, чтобы щетка их случайно не засосала. Когда вы захватываете прядь, у вас должно быть натяжение. Вы должны помогать себе рукой тянуть в противоположную от головы сторону, чтобы, опять же, щетка не закрутила сильно корню ваши волосы и вам не было бы больно. Можно также помогать, как и я, себе второй рукой сверху. Чем сильнее радиус отведения вашей руки с щеткой от головы, тем более объемнее будет укладка. Можно отводить руку вверх по диагонали. Попробуйте делать движения по-разному. Я перехожу к затылочной зоне и подхватываю мои короткие волоски. С ними, конечно, сложновато при таком диаметре насадки. С 30 мм было бы удобнее, но все равно справиться можно. Видите, я всегда контролирую движение рукой сверху. Еще раз. Нужен больший объем, отводите руку с прядью на фен-щетке вверх. Если такой объем не нужен, то пройдитесь еще раз фен-щеткой и выберите другое направление, как бы в сторону и вниз. Возвращаясь к первой стороне, выпускаю еще непроработанные пряди для вытягивания фен-щеткой. Придерживание пряди рукой сверху помогает контролировать как раз верхние волоски, чтобы они не выпадали, а также разглаживались и просушивались фен-щеткой. Что касается температурного режима, то я выбираю средний. Если спешу и нужно побыстрее все закончить, то самый горячий. Пожалуйста, контролируйте натяжение и то, какую кнопку вы нажимаете для вращения. Не делайте вот так, вам будет неприятно. И особое внимание уделите самым верхним прядям. Я обычно разделяю пряди на узкие проборы и прорабатываю каждый. Объемно вверх, объемно вверх. Упс, я так активно работала над укладкой, что не заметила, как у меня слетела сеточка. Зону челки я вытягиваю сначала в обратную сторону от лица, а затем к лицу, уводя руку в сторону, чтобы челка потом лежала объемной красивой волной в бок. И финально переключаю температурный режим на холодный, который на самом деле просто теплый. И прохожусь по всем волосам для завершения укладки. На сухие волосы я наношу каплю масла от Олен Шайн Блонд, растертую между ладонями, для еще большего блеска и дополнительной защиты от пушения и влажности. Укладка готова! На такую тщательную проработку волос фенщеткой у меня ушло около 15 минут. Это дольше, чем если бы я сушила волосы феном и вытягивала брашингом. Минут на 5-8. Но результат меня очень радует и, честно, не жалко потратить чуть больше времени на него. А для тех, кто не умеет справляться отдельно феном и расческами, фенщетка это идеальный вариант для красивой объемной домашней укладки. Кстати, а в следующем видео я покажу несколько укладок на фенщетку Philips с разными не вращающимися насадками. Жду ваши лайки. Надеюсь, вам было полезно. Повторяйте укладку. Уверена, после этого видео у вас тоже все получится. Отмечайте меня у себя в инстаграме, если будете повторять укладку. Увидимся в новых роликах. Пока-пока!